Нашей планеты еще и в помине не было, а уж небо гелием дышало. В первые несколько минут после Большого Взрыва, который, как мы помним, случился 15 миллиардов лет назад, и образовался весь гелий Вселенной. Однако человеку этот так называемый благородный газ стал известен лишь в 1868 году, 18 августа. В этот день французский ученый Пьер Жансен с помощью специальных приборов наблюдал спектр солнечной короны, как вдруг неожиданно для себя заметил в нем ярко-желтую линию. Название гелий у газа появилось спустя два года, так окрестили его уже английские ученые и сделали это в честь гелиуса – солнца. Где сегодня находит применение гелий, мы даже говорить не будем, а то еще голос не узнаете. Мне очень надеется, что это видео поднимет настроение, и вы забудете про школьные брюки. Кстати, этим лучше не злоупотреблять. Вдыхание гелия в больших количествах чревато кислородным голоданием, а стало быть, может привести к летальному исходу. А вообще гелий в нашей жизни много где пригодился – в медицине, в дайвинге, металлургии, энергетике, да мало ли. Подробнее прочтите в учебниках. Эта служба и опасна, и трудна. Всемирный день гуманитарной помощи отмечается 19 августа. Посвятить себя служению людям – такой путь предлагает множество профессий. Но безвозмездная помощь тем, кто оказался в нечеловеческих условиях, пожалуй, самая благородная. Собирать гуманитарные грузы, доставлять их под свист пуль или рев стихии – для этого нужно призвание. Дата 19 августа выбрана не случайно. Именно в этот день, в 2003 году, дипломат по имени Сержи Увейра Димелу погиб в Ираке во время взрыва в багдадской гостинице. А сегодня хочется пожелать удачи нашим ребятам, которые повезли гуманитарные фуры в мятежную Украину. Окончательные милитаристские штрихи 19 августа придает еще один повод – это день русской тельняшки. Есть сведения, что именно в этот день, в 1874 году, император Александр II подписал указ о введении новой формы для моряков, атрибутом которой и стал тельник. Его расцветка, как и сейчас, представляла собой чередование белых и темно-синих полос. Поначалу тельняшка предназначалась только для участников дальних походов, и ей очень гордились. После революции цвета этой рубахи стали варьироваться. Речники и морская пехота окрасились в черно-белую полоску. Ну а позже в нашу армию пришла и десантка, где используется небесно-голубой оттенок. В общем, этот предмет одежды такого же цвета, как сама жизнь. И все-таки пусть в ней, а значит и в календаре будет больше светлых дней. Екатерина Гаськова, Наши новости.